Вы допустили массу там ошибок. Если вы не хотите, чтобы вас лишили лицензии и внесли вас в черный список, и чтобы вы никогда уже больше капитальным ремонтом не занимались, значит, будьте добры, активизируйте работу и настройте работу. Другого пути нет. Встречаемся через неделю здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В доме на Первомайской, 12. И в очередной раз это стало доказательством крайней неэффективности Александра Ходорева как руководителя. Более того, он просто сейчас напрямую уже подвергает здоровье и жизни королевцев опасности. Но за все то время, а это уже практически 8 месяцев с того момента, как произошел пожар, Александром Ходоревым не было сделано ничего. Сейчас же он экстренно провел вот это вот совещание только для того, чтобы выгородить себя из этой ситуации и перевалить вину на других. Потому что он не хочет понимать, что глава города отвечает за все тяжелые ситуации, сложные ситуации, чрезвычайные ситуации, которые происходят на его территории. И несет ответственность за качество жизни каждого жителя нашего города. Но прежде чем он начал свое совещание, которое он обещал сделать открытым и показать в прямом эфире, потом сказал, что у него вроде как насморк и трансляции не будет, первое, что он сделал, не допустил юридического представителя жителей Николая Старостина внутрь здания администрации города Королев. Как всегда, совершив противозаконные действия, нарушив Гражданский кодекс Российской Федерации и оставив жителей без юридической поддержки. Валерия, мы наставили на то, чтобы вы, как юрист, по доверенности, прошел от моих садян. А кто такой дал распоряжение, чья подпись стоит, что не исключили список? Это невозможно по закону. Нарушение главы 10. Представительство, доверенность, Гражданский кодекс нарушен, сразу говорю. Кто? Доводите, мне нужен письменный отказ тогда, основание чего? Письменный отказ давайте или МВД вызываем. Кравцово. Поверка будет. То есть, зоника не будет, да? О-о-о. У тебя доверенность с собой? Конечно, вот она. Ну, ладно, пойдемте. Это жители дома сгоревшего на улице Перманской, 12. Они сейчас идут на оперативное совещание к главе нашего города Ходореву, юридического представителя, официального их в администрацию города, не допускают, имеющего нотариальную доверенность. В общем-то, это нарушение законов. Но, как мы знаем, законы в городе Королев не действуют, а это главная точка беззакония, ударника 1А. Может, Кобцово, ну, по-барабану. Кобцово, оно пусть за подпись отдает мне бумагу. Основание чего и расписано, почему я не допущен. То есть, в данный момент жители лишены юридической поддержки на встрече с Александром Ходоревым. Вот в такие грязные игры играет наша администрация с людьми, которых и так довела уже до предела. Напрямую нарушение идет. Потому что человек может и не обладать специальными познаниями в области респруденции, как следствие он может не разбираться в том предмете разговора, на который идет. Он имеет право либо брать консультацию, либо, соответственно, брать представителя поддержки, своего мнения и разъяснения позиции. Вот и все. И все права, которые у него возникают, возникают, в том числе, у его представителей, так и наоборот. Пока доверенность не отозвана, а у меня сейчас действительно. То есть, у тебя есть доверенность от жителей, что ты представляешь интересы? Да. На всех учреждениях, организациях, в том числе, сюда могу заходить. Муниципальных органов, в том числе. А как ты думаешь, почему на такие действия незаконные пошла администрация, что тебя не пропускают внутрь, не допускают на совещание участвовать в нем со стороны жителей? Чтобы не было неудобных вопросов задано, вот и все. Чтобы люди свои позиции донесли, им также в аду все это рассказали, и результат один был бы. Поговорили на камеру красиво и вышли. Что типа все решили, красивая картинка. И все получилось действительно так, как предсказал юрист партии «Яблоко» Николай Старостин, который не был допущен в зданию администрации на оперативное совещание. Хотя у Александра Ходорева наконец-то возникла, появилась реальная возможность встретиться с жителями дома 1-майской 12. Потому что за все 8 месяцев его бездействия, он ни разу не побывал на этом объекте. И ни разу не встречался с жителями. Теперь же они ему лично объяснили, что никакой капитальный ремонт, который сейчас там проводится, не может спасти этот дом и привести его в нормальное, безопасное для людей состояние. Этому дому необходима реконструкция. Но капитальный ремонт был обусловлен выводами экспертизы, которые администрация города навязала жителям еще в конце прошлого года. И экспертиза, очевидно, была нацелена на то, чтобы сделать такой вывод на проведение капитального ремонта. Не смутило Александра Ходорева и то, что субподрядчик, который там же выступал на совещании, сказал, что перекрытие первого этажа находится в аварийном состоянии практически во всех подъездах. Потому что Александр Ходорев не хотел слышать никого. Его задача была только снять с себя вину за его бездействие, и за то, что ситуация дошла до такого градуса накала, до такой критической ситуации. Но сейчас все-таки давайте послушаем выступление представителей инициативной группы дома. 8 месяцев здание стоит без крыши. Снаружи оно зеленое, внутри черное. Как могут вообще проживать и находиться там жители? Это понятно, что нет средств. Это понятно, что нет жилья. Но среди нас 55 детей, не считая пенсионеров и людей, которые не могут выходить из квартир, и приходится им находиться в пресне. Значит, обращаемся к начальнику управления ЖКХ, Емель Янову. Мы просили акты об обследовании квартир, в которых указано запах плесени. Что такое запах плесени? К чему это так можно приложить? Объясните. Значит, совсем не увидели заключение Роспотребнадзора. Как могут люди проживать с грибами и черными стерлями по соседству? Как вообще можно там находиться? Нет заключения пожарных в состоянии проводки после пожара. Потому что жители считают, что виной пожара была проводка. Дальше. До сегодняшнего дня есть вопросы у жителей об отклонении стен до 150 мм от основания. То есть завтра условно я проснусь, а стены моей не будет. Ни подрядной организации, никто не смог ответить на этот вопрос. До сегодняшнего дня. Прошло 8 месяцев. Александр Николаевич, мы все понимаем. Но вам надо прийти и реально посмотреть на то, что у нас происходит. Ну хорошо, я приду. Я посмотрю кресел. Я приду. Я посмотрю перекрытия. Я приду. Посмотрю ваши проводки. Что Александр Николаевич сделал? Скажите. Ну не знаю. Вы должны помочь людям. Вы оставили людей в опасность. Вот уж действительно смешно. Что может сделать глава города для жителей, попавших в тяжелую ситуацию, оказавшихся уже в чрезвычайной ситуации, по его же, собственно говоря, вине? Конечно же ничего. А зачем вообще тогда собирать это совещание? Зачем издеваться над людьми этими, трепать им нервы, таскать их в зал своей администрации? А вот зачем. Сейчас мы послушаем этот разговор, как Александр Ходорев разговаривает с жителями дома на Первомайской 12. Там же еще будет и первый заместитель руководителя администрации Юрий Копцик. Один из самых вредноносных чиновников в нашем городе. И о нем, кстати, планируется материал хороший на Честном Королеве, где мы расскажем о том, как он действует, как он работает в нашем городе. Ну и, конечно же, сейчас мы поймем, почему в нашем городе есть не хорошие жители, а есть хорошие. Нехорошие – это, например, жители квартала Нафрунзе, он у меня здесь под окнами, которые не позволили снести свои дома и организовать в центре нашего города застройку. Но тут еще надо вспомнить и жителей вообще улицы Циолковского, сталинских домов, очень крепких и хороших, которые Александр Ходорев сразу хотел все снести, как только пришел в наш город и истрепал нервы здесь буквально всем в центре города. Нафрунзе, нафрунзе, а вот там есть, а есть все дома. Сойдите, посмотрите. Да мы понимаем, но вы тоже нас поймите. Почему мы всегда идем в сравнении с чем? Мы не в сравнении живем, нас все время сравнивают с какими-то другими-то домами. В состоянии тяжелые дома такое. Да он у нас и до пожара был в таком же состоянии. А у нас фундамента нет под нашими подъездами, вообще нет фундамента. И у нас нет фундамента. Жители сами отстояли, а то, чтобы не сосили, а отстояли, так сказать, что вы видели, как у маме есть. У них квартира полностью их. Я извиняюсь, и эти жители, кто отстояли и подняли бунт в городе, остановили свои приюты, вы их с собой сейчас провели, они на полосках стояли. Ну пусть стояли, ушли, никакая проблема. Вот они и остановили. А их-то зачем приводить с собой? Что мы их просим. Вам, вам, для чего я не говорю? А потому что нас никто не слышит, Александр Николаевич. Мы обращаемся, мы просим, чтобы... Я вас пригласил для чего? Это вы нас сегодня пригласили. Сколько мы просим, чтобы с собой приехали? Я вас пригласил. Вы их для чего с собой привели сюда? Потому что один из них юрист, и он представляет наши интересы. Наши интересы. Не понимаю. Мы просили внести их в список, потому что среди них есть юрист, который представляет интересы нашего дома. Но... Барин просто не желает видеть неугодных в своей усадьбе. Ну, доктор юридических наук Александр Ходорев, видимо, просто забыл, что это не частная территория, не его персональная квартира, а это здание муниципалитета. Ну, вот такие у него представления. Николай Старостин в данный момент написал заявление в полицию. Мы будем отслеживать, как будет это дело дальше развиваться. А пока давайте послушаем, ну, реально смехотворные отмазки Александра Ходорева в этой ситуации. Почему люди живут в таком положении? Ну, потому что оказывается, что в нашей стране очень много таких аварийных ветхих домов, есть какая-то секретная информация. В папке совершенно секретно Ходореву принесли, он ознакомился, но сказать об этом вслух, конечно, нельзя. Это будет разглашение государственной тайны. Ну, он мог, конечно, и какую-нибудь Африку приплести сюда, сколько в Уганде там тоже, наверное, ветхих домов или в бедных, вообще, на бедных территориях Азии. Ну, пока ограничился только Россией. В Московской области я не буду называть цифру, сколько таких жилых домов. А по Российской Федерации, где приводится такие цифры, не имею даже права. К сожалению. Это наша с вами действительность. И мы должны исходить из той действительности, которая существует и здесь. И тогда ваш бюрист, если он грамотный, он должен найти такую организацию, как фонд капитального ремонта Московской области и поехать туда. И посмотреть, каким образом проводилась конкурсная комиссия, кто выиграл конкурс, посмотрите эту организацию, кто делает капитальный ремонт у вас на этом жилом доме, посмотреть эту организацию, дать юридическую оценку. В случае нарушения юридических норм, он уйдет в суд и подает коррективное исковое заявление от вашего имени. Вы поймите, еще раз говорю, если бы глава города Александр Николаевич Ходрин отвечал за капитальный ремонт и фонд, и вернее средства выделяли бы с местного бюджета, я бы с вами согласен с собой на все. Но, к сожалению, я на сегодняшний день имею право только вот с позиции силы или с позиции авторитета решать данный вопрос. Но это не значит, что меня упрекать. Вот вы придите на дом, посмотрите. Вы знаете, сколько я таких домов пролазил? Вы не знаете, сколько я таких домов прошел? Вы не знаете, что я на стропину уступал и падал вместе стропину на первый этаж. Я прошел это все за свои годы. Я знаю, что такое ветхий жилой фонд. Я знаю, что на сегодняшний день там работы много и делать ее надо. Если не мы, то кто? Все, вопрос один. Другие вопросы? Нет. Мы вот. Я с вами рядом. Я весь ваш и полностью разделяю вашу боль, ответственность, вашу озабоченность и буду делать все возможное от меня зависящее, чтобы этот дом сделан нормальным, чтобы этот дом сделан хорошо. Для этих целей мы сегодня ведем этот разговор прямой, честный и понятный. Всем. Чтобы вы понимали, кто отвечает. И старостному своему сказать, куда идти. Он должен идти не в этот зал, не здесь решать этот вопрос. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет на горло. И компот не льется в рот. Если бы хоть раз у Александра Ходорева действительно бутерброд застрял в горле или глоток из рюмки, я думаю, что по-другому бы совсем бы складывались отношения между муниципальной властью и жителями города Королев. А пока же всем королевцам нужно понимать, что в трудной ситуации, в тяжелой ситуации, в проблемной какой-то, очень трудно вам будет дождаться помощи от наших муниципальных властей и от главы города Александра Ходорева. А нервы вам потрепят, поиздеваются вдоволь, уж поверьте. И Первомайская 12 тому очень и очень яркий пример. Ну а сейчас в концовке давайте послушаем самих жителей, посмотрим вот их настроение и их мысли после того, как они пообщались с Александром Ходоревым. Ну и всем хочу сказать, что по теме Первомайская 12 все ролики выкладываются на YouTube-канале нашем в плейлисте «Сгоревший дом Первомайская 12». Ну и также на сайте «Честный Королев» там есть хэштег «Первомайская 12». Нажимаете на него и все материалы по этой истории у вас будут на экране. Они предоставили еще до сгорения, там вот есть некоторые фотографии еще, до того, как сгорел дом. Это у нас такое состояние было и до того, как у нас это все произошло. Писали мы неоднократно, фотографировали мы неоднократно, заливало нас из крыши, заливало нас подорожки, заливало, которого у нас даже нету. Я говорю, вот у нас 5-6 подъезд, мы находимся вообще на земле. Первый этаж у нас… У меня туалет вообще на земле стоит уже. А ну мы же к тебе заходили, видели там, да. И вот 3-4, вот если там еще немножко есть подвал, вот 3-м подъездом немножко есть. Вот наша сторона, 4-й, 5-й, 6-й подъезд, 6-й, который не пострадавший был в пожаре, нас теперь залило вообще ужасно. Я говорю, залило квартиры, залило весь подъезд. И то, что нам сначала пришли, сказали, как первое, специально еще до того, как вот нас залило, да, посмотрели, когда сказали, будем делать. Ой, смотрите, ну вот здесь мы чуть-чуть только прикрутим, и будет нормально. Здесь подкрасим, здесь подштукатурим. Подъезд у нас прям выглядел идеально. Я еще говорю, мы сохранили подъезд. У нас только чуть-чуть было, вот, да, ногами дети пошаркали. Детей у нас много. У нас в подъезде есть и двухлетние, и двое детей. Я говорю, семилетние. Пусть моя там 13-летняя девочка, но я боюсь ее в этой квартире оставлять. Нам пришлось уйти оттуда, потому что это страшно. Я же говорю, еще обращение напишут по поводу того, что вот залило, после того, как стали якобы делать ремонт, залило уже те подъезды, которые не были пострадавшими в период пожара. Сейчас выйдем, мы их тоже осмотрим, проверим обязательно именно на предмет... Вот этой опасности всякой. Да, да, да. Сырое дерево, тяжелее во сколько раз? Ну, будет гниться. И даже не поэтому. У нас все перекрытия... Труха, у нас прижимает третий этаж, через какое-то время прижимает второй этаж, и так дойдет до нефундамента. А мы будем лепешками. И если администрация не получила жертв, крови не попила, то она получит, скорее всего, и не одну. Понимаете? А мы все равно кто принимает? Работу принимает комиссионно управляющая компания, жильцы, технический надзор, ГПГ и фондов. Ну, а он не сказал, это будет капитальный ремонт или это реконструкция здания? Это капитальный ремонт, он сказал. Они сказали, что реконструкция это не то. Но, извините, при капитальном ремонте будут сделаны подъезды, перекрытия чердачные и прочее. А в квартирах вам придется самим все делать? Про квартиру он нам ничего не сказал. Он сказал, что будут заменены нам окна, которые у нас и так в нашей половине заменены уже давно. И то не администрацией, а мы просили, вот, ходили, чтобы нам заменили. И козырьки нам установят, и двери нам поменяют. Но они останутся небольшими. Мне придется наклоняться, входя в наш подъезд. Пусть нам прорубят тогда выше, чтобы мы могли... Потому что дом-то проседает, и грунт поднимается, сами понимаете. И вход в подъезд нужно делать вот так. Здравствуйте. Нет, я все-таки, мне больше интересно даже, вы почувствовали какие-то изменения в этой ситуации? И если да, то какие? То есть у вас появилась надежда, может быть, какая-то на то, что ваша жизнь наладится, и вы будете жить полноценной жизнью, а не как сейчас? Совершенно нет никаких надежностей. Мы даже не пришли сюда, мы ни на что не надеялись. И вышли, скорее всего, мы также будем зависеть от себя. И от людей, которые просто такие же, как мы, работающие на нашем доме. Но жить, я же говорю, будет очень опасно в этом доме после капремонта. Может быть, даже еще опаснее, чем после пожара. Потому что прошло время упущенной администрации. Они нас промурыжили 7 месяцев. Очень трудно задавать вопросы, когда тебе отвечают, ты задаешь один вопрос, а отвечают на другой. То есть пояснить, как это? Как это, я объясню. Значит, я задаю вопросы о недообследовании в межведомственной комиссии, а мне отвечают про экспертизу, что жители согласились. Ну, прекрасно, они согласились. Но вопрос был задан на другую тему, абсолютно. Вы не спрашивали Александра Ходорева, почему в течение 7-8 месяцев ваш дом стоял без каких-либо ремонтных работ, без восстановления, и фактически приходил в упадок окончательно? Ну, на самом деле, как я и предполагала, значит, виновником всего торжества осталась подрядная организация, которая, в общем-то, в принципе, и не в курсе. Они вот всего как месяц приступили к работе. То есть виновником во всем, да, это подрядная организация. А у города, к сожалению, нет возможности нам помочь. То есть, как всегда, Ходорев хотел бы помочь, но только в основном подбадривающими словами он может это сделать, видимо, да? Нет, даже в этом случае он даже подбадривающими словами сказал, что с помощью от города мы не можем ждать. То есть нет ни фонда, ни расселения, ничего не строится, строить ему не дают. В общем, живите как хотите. А вы говорили о том, что вам нужен не капитальный ремонт, а полная реконструкция этого здания? Я не то чтобы говорила. Я говорила о том, что пишется в документах реконструкция, а по факту делается капитальный ремонт. И... Они сделали вид, что не купили. Да, они сделали вид, что не купили. Попытались объяснить, что вы реконструкции сами запутались. Единственное, я им также предложила, когда мы с вами встречались, что делайте, что хотите, где хотите, за сколько хотите, но живите сами. На это они не нашли, что ответить. Я сейчас свою версию скажу. Вот у меня есть своя версия происходившего сегодня здесь, на ударнике 1А, и почему вы здесь находитесь. На мой взгляд, эта встреча была подготовлена в спешке. Никаких конкретных предложений, разработанных, продуманных, вам администрации вынести не смогла, не предоставила. И это, скорее всего, связано только с тем, что, видимо, действительно ситуация дошла до крайней степени уже, и началась вот какая-то такая шумиха. Они просто боятся, что узнает губернатор, и просто надает им по пятой точке хорошенько. Тогда я отправлю телеграмму с тремя буквами СОС.